Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Коммерческий банк «Хлынов». Чтобы добиться успеха в бизнесе, нужно работать на опережение. Новый кредит от Банка «Хлынов Турбомиллион» придаст ускорение вашему бизнесу. Решение о выдаче кредита за два дня. Минимальный пакет документов. Работаем на опережение. Подробности в офисах Банка «Хлынов» и по телефону 252-777. У АОК «Хлынов». Лицензия ЦБ РФ номер 254. «Особое мнение» на 101FM. Все верно, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Здравствуйте, добрый день. Я приветствую гостя нашей студии. Еще особое мнение мы сегодня услышим. Это Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Спасибо, что нашли время посетить нашу студию, потому что для учебных заведений пара сейчас жаркая. Да, сессии, выпускные и так далее. Я, честно признаться, ежегодно в конце мая, начале июня вспоминаю себя в студенческой юности, как сдавали экзамены, школу в том числе. Ощущения такие приятные. Воспоминания приятные, надо сказать. Напомню нашим слушателям о том, что на нашем сайте «Кирова.ру» есть не только аудио, но и видеотрансляция эфира, и дневного разворота, и особого мнения. Кроме того, заблаговременно на сайте у нас размещается анонс особого мнения. Вы можете узнать, кто будет гостем в студии, и задать, соответственно, ему вопросы. Ну что, приступаем к обсуждению нескольких тем, которые мы сегодня запланировали обсудить. Я начинаю с блока экономических вопросов. Тема для вас близкая довольно, и вы всегда в нашей студии охотно комментируете эти темы. Начинаю с того, что в конце мая на заседании комитетов по бюджету и налогам и по экономическому развитию торговли и предпринимательства Заксобрания Кировской области были озвучены данные о исполнении бюджета Кировской области в 2013 году. Цифры, надо сказать, тревожные. В результате выяснилось, что государственный долг Кировской области вырос более чем на 30% за прошлый год и достиг 76% от собственных доходов региона. Они, напомню, у нас составляют порядка 40 миллиардов рублей областной бюджет. Такие показатели, как объем промышленного производства в области снизились почти на 1,5%. Сельское хозяйство тоже немножко сдало. 6 с лишним процентов снижения объемов сельскохозяйственного производства. Также снижение финансовых результатов по части прибыльных предприятий. Число прибыльных предприятий сократилось с 75% почти до 67%. Вот данные вам тоже знакомы. Собственно, о чем это говорит? Это серьезное ухудшение ситуации? Что ждет нас? Ситуация, конечно, нерадостная. Естественно, что ухудшение ситуации. Но вот этот долг 76% это ведь результат 2013 года. А ситуация-то продолжает ухудшаться. То есть я вам прогнозирую, что в 2014 году долг вырастет еще больше. То есть вполне возможно, что он достигнет и 100%. И понятно, почему это происходит. Долг Кировской области увеличивается из-за необходимости выполнять существенно возросшие социальные обязательства, на которые у самой области денег нет. То есть их приходится просить из центра, занимать. Федеральную. Да. Однако, что происходит? В сентябре у нас губернаторские выборы. И сейчас многие губернаторы думают точно не о том, как возвращать эти деньги, откуда брать, как рассчитываться, а о том, как пройти. Потому что понятно, что если социальные обязательства не будут выполняться, то ни один губернатор не пройдет. Его просто могут даже и не допустить, как не справившегося с социальными обязательствами. Поэтому у нашего главного кандидата, губернатора, просто нет выбора выполнять или не выполнять социальные обязательства. Он делает то, что может. Но ведь мы, люди, избиратели, должны отдавать себе отчет о том, что выборы главы региона – это не ежегодная штука, да? И выборы-то пройдут, а жить-то нужно дальше будет продолжать как-то. Как с этим быть? Ну, вот мировая практика показывает, что некоторые страны, регионы справлялись с долгом и большим. То есть долг может достигать и 100, и даже 200% может достигать. В принципе, это было бы не страшно, если бы имелся мощный экономический рост. То есть когда мощный экономический рост, то берут регионы деньги для того, чтобы еще быстрее развиваться. Ну, как вот берут деньги же предприятия в банке, да? Для чего? Для того, чтобы развиваться. В виде кредита на развитие, да? Да, в виде кредита на развитие. А у нас это не на развитие, а мы их проедаем. Есть вот такой норматив, что экономисты высчитали, что критическое значение показателя по социальным программам всем не может быть выше 20% от валового регионального продукта. А у нас, значит, в Кировской области направлено на эти цели в 2013 году более 60%. То есть почти 27 миллиардов рублей. То есть раз за высшим. Ну, понятно, что как справиться. Ну, самому нашему региону из такой долговой кабалы не выбраться. Потому что, как я уже сказал, должен тогда быть существенный рост производства. А у нас спад, как вы сами отметили. А на обслуживание долга тратится, вот я почитал отчет, значит, только 2,3%. Но если, значит, мы будем по 2,3% долг обслуживать, мы этот долг, который сейчас есть, только через 30 лет выплатим. Но он ведь еще увеличится, он каждый год увеличивается. В прошлом году долг был меньше, там 61%, по-моему, если я ошибаюсь, долг составлял. Ну, что делать? То есть, ну, во-первых, но все равно, как ни крути, нужно проводить жесткую социальную политику. Сокращать эти расходы на социалок? Ну, а как вы по-другому, так сказать, выйдете из ситуации? То есть, я думаю, что после выборов губернатору просто придется идти на какие-то непопулярные меры. Либо ожидать чуда, а чудо тут может произойти в виде высоких темпов инфляции, которая просто съест долг. Но я думаю, что для населения это будет еще хуже. Или еще мы можем нефть, например, отыскать в Кировской области? Ну, она есть, но в плохом виде это, в общем-то, ее уже нашли. То есть, она не в производственных масштабах у нас. Сокращение социальных обязательств – это единственный путь решения проблемы? Ну, не единственный, хотя наиболее, может быть, значимый по результатам. Жесткий отбор проектов для финансирования из областного бюджета. Вот в этом году 11 миллиардов было потрачено. Я не знаю, то есть, я как бы доверяю депутатам, что они потратили, все верно, все проекты были нужны и так далее. Но 11 миллиардов – это сумма приличная. То есть, может быть, если бы мы потратили не 11, а 5 или 6, уже какая-то экономия была. Но, опять-таки, не могу сказать, могли мы их не потратить или не могли. Здесь надо очень серьезно рассматривать. И третье, ну, опять-таки, мировая практика подсказывает, что для того, чтобы регион вывести из долгового состояния, ежегодный прирост инвестиций внешних должен составлять не менее 25% от внутреннего регионального продукта. То есть, если мы каким-то образом сумеем достичь привлечения сторонних денег на таком уровне, то тогда регион, в общем-то, не обречем. И, насколько я знаю, губернатор всеми силами старается это делать. То есть, деньги в регион приходят, но пока в гораздо меньших объемах. 25%, то есть, получается, 4 года, да, и мы, если бы по максимуму работали, могли бы через 4 года закрыть. Ну, в принципе, да. Так получается. Примерно так. Вот на заседании этого комитета, законсобрания, в конце депутаты подвели, когда итоги, они сказали, что, ну, как-то вот они сошлись на том, что ситуация такая не только в нашей области складывается, но и в большинстве российских регионов. Ну, это такая вот отмазка. Ну, действительно, вот по данным премьер-министра Медведева, по сравнению с 2012 годом, госдолг регионов у нас вырос в два раза по стране. Вот когда вот эта долговая яма такой приобретает масштаб всей страны, это еще более страшно? Ну, я бы сказал не о страхах, что нам страхи нагнетать, о причинах того, что происходит. Деньги-то ведь они есть, просто они распределяются неравномерно. В центре деньги есть, и, как вы видите, центры активно тратят их, и Олимпиады провели масштабную, и сейчас и чемпионат мира по футболу, и еще масса проектов. Поэтому нет проблем с деньгами, есть проблема с деньгами у регионов. То есть о чем это говорит? О том, что, наверное, налоговая политика, перераспределение расходов между центром и регионом не совсем справедливая. То есть, наверное, в регионах как-то должно оставаться больше денег. Ведь, в принципе, в центре деньги-то откуда появляются? Из регионов же. Конечно. Если бы не отчислять деньги, но я не говорю, что не надо отчислять, то в нашей Кировской области никакая не дотационная была бы. Это понятно. То есть сейчас примерно в центрах отчисляется 51 с чем-то там процентов всех налогов, и менее половины остается распоряжение региона и еще местных муниципалитетов и так далее. Я думаю, что если бы сдвиг был даже на 5-6 процентов, это вполне реально. Это, собственно говоря, принятие Думой поправки к налоговому закону и решило бы все проблемы регионов. Вот, видимо, выход как раз в этом и заключается. То есть на самом высшем законодательном понятии, на уровне Госдумы выходить с инициативой. Я думаю, что это совершенно не нужно нашему правительству, нашему, в общем-то, руководителю. Да, вот вопрос согласен на федеральный центр на это. А зачем? То есть Москве это не выгодно. Наоборот, выгодно, чтобы регионы всегда были в долгах, всегда с протянутой рукой ехали в столицу. Они же тогда управляемы. То есть ими можно управлять как угодно. И к тому же любого губернатора в любой момент можно снять, сказав, что он не справился с экономической ситуацией. Даже при условии того, что он выбран местным населением. Ну там же есть формулировка за утрату доверия президента, да? Ну тут мы в тонкости такие уже. Ну политические, да. Я не знаю, как будет происходить в реальности, но сейчас, как происходит, потому что у нас же меняется выборная система. Да, если, значит, не выполняют обязательства, то снимают губернатора. Ну продолжаем эту экономическую тему. Я сейчас возвращаюсь к визиту в наш город. Визит состоялся в пятницу. В прошлую пятницу приезжали к нам полномочный представитель президента в Привозском федеральном округе Михаил Бабич и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Приезд их был связан с обсуждением развития в нашей области и в стране в целом предприятий оборонно-промышленного комплекса. По словам Рогозина, необходимо заменить импорт оборудования, который произведен на Украине, отечественным оборудованием. Для меня это было открытием, честно говоря, чтобы на наших предприятиях оборонки было как раз-таки оборудование украинского производства. Более того, по словам Рогозина, задача стоит еще шире. Не просто заменить это оборудование, а разработать новое. Что касается Молота, Рогозин пообещал обеспечить его все новыми и новыми заказами по линии Минобороны. Такая встряска российской оборонки очень полезна, подытожил вице-премьер. Вот это действительно такой соломинка, за которую стоит ухватываться? Ну, не знаете, вот насчет встряски. Если, допустим, машина попадает куда-нибудь в яму, ее так трясет, и колесо может отвалиться, и все что угодно. То есть вообще трясти что-либо, особенно экономику, это дело такое не очень благородное и неблагодатное. Можно вытрясти что-нибудь не то. То есть всегда нужно подходить поэтапно, плавно и так далее. То, что сейчас предлагается, это надо было делать давно, постепенно, что мы не знали, как у нас отношения с Украиной складываются, что у нас это первая газовая война. То есть все прекрасно было известно, и эти заказы должны были давно поступить и так далее. А сейчас вот в одночасье у нас почему-то думают, что вот если дали много денег, то можно сразу и все изменить. Ничего подобного. То есть деньги все не решают, потому что действительно нужны специалисты, их специалистов надо готовить. Должны быть организационные меры. Все не так просто. На все требуется определенное количество времени. Поэтому я помню, года два, по-моему, Рогозин приезжал в 2011 году. И тогда очень сильно к нам, сюда в Кировскую область, тоже сильно возмущался, что там за пять лет не смогли сделать, наладить. Вот завод у нас еще один есть военный, там производство. А сейчас он хочет, там за пять лет не смогли, а сейчас, значит, за несколько месяцев сделать. Это раз. То есть, а во-вторых, ну вот если вы слышали, то сегодня, во всяком случае, по радио объявили, что Сергей Шойгу, непосредственно, начальник, я понимаю. Министр обороны. Он предложил упразднить Рособоронзаказ, который как раз Рогозин курирует. Вот. И Путин поддержал, что так и следует сделать. Поэтому все обещания, которые Рогозин сделал, они могут, в общем-то, раствориться в воздухе. Такой пшик получится, да? Да, то есть, вот он поговорил, поговорил, а на следующий день приняли другое решение. И что теперь будет? Поэтому рассуждать на тему, как у нас там все будет хорошо или плохо, очень трудно. Потому что не будет той структуры, которая должна была этим заниматься. С оборонкой шутить нельзя, такая сфера-то такая специфическая. Что это такое? Это несогласованность в высших эшелонах власти по поводу вот этих направлений, перспектив? Каждый пытается какую-то выгоду свою урвать, заработать на этом политические очки свои. Ну, я не думаю, что несогласованность. Вот у нас в стране-то как раз, так сказать, прямолинейно достаточно все идет, потому что вертикаль власти очень жестко выстроена. То есть, Рогозину дали указание, он его проводил в действии. Но, значит, видимо, появилось иное мнение, то есть, иное решение. И прежде указания, наверное, будут снято, дано новое указание, он его также будет хорошо выполнять. Что-то подсказывает, что пройдет год, два, три, собственно, дело-то с точки не сдвинется. Нет, дело, я думаю, что сдвинется. Потому что ситуация с Украиной, она реальная, это ведь не какой-то такой проект виртуальный. То есть, он будет, но как он будет реализовываться, будет ли он реализовываться именно на кировских предприятиях и так далее. Вот это вопрос. Потому что одно дело, когда Рогозин был уполномочен это заявлять, он заявлял, да, то есть, а сейчас с него эти полномочия, я так понимаю, снимут. И кому отдадут эти заказы, неизвестно. Молоту, не молоту. Много проблем. Вот у нас же Лепси тоже, завод Лепси является, ну, отчасти, в большой части производителем военной оборудовании. Ну, вот как раз этого направления. Оборудование, да. Но ведь завод-то является частным предприятием, акционерным обществом. И есть очень большие неувязки даже, скажем так, в нормативной документации, в законах, как вот частному предприятию дать там государственный заказ. Есть большие проблемы. Аукцион, торги, на которых выигрывается этот тендер. Нет, то есть, когда есть, значит, государственное предприятие, или, так сказать, с большей частью государственного участия и частное предприятие, то есть, разные подходы там могут быть, могут просто целевым образом направить деньги именно государственному предприятию. Ну, как у нас в стране делается. Но вот наполненность, собственно, этих социальных программ реализация, если бы у нас все было хорошо в плане оборонно-промышленного комплекса в области предприятия бы развивались, заказы все время поступали, это же дал бы такой положительный толчок развитию социалки. Ну, конечно, то есть, в любом случае, любые деньги, которые приходят в область, они все равно тратятся внутри области, жителями области. То есть, неважно, на какое предприятие они приходят, то есть, они в дальнейшем, так сказать, перекочуют по всем карманам. Поэтому, любой приход, это всегда хорошо. Еще к одному событию в социальной и экономической жизни нашей области возвращаюсь. На днях это случилось. Заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Матвеев высказался за уменьшение числа льготников. Суть в том, что в рамках существующей системы помощи льготным категориям граждан помощь, это, получается, незначительные. Деньги размываются. Ну, там, действительно, 100 рублей, 200 рублей, да, которые полагаются неким категориям льготников. Если сократить количество этих, точнее, исключить из списка, да, льготников определенной категории граждан, то деньги будут расходоваться более адресно, не будут размываться, и тогда вот эта помощь будет действительно ощущаться. Многодетные, люди с ограниченными возможностями, вот они будут больше получать. Как вам эта мысль? Здравая? Ну, у нас, как всегда, говорим, что хотим сделать хорошо, а получается, не очень хорошо. И для меня очень свежи воспоминания о том, как выходили пенсионеры и другие там категории льготников и перегораживали дороги, там, ложились на рельсы, когда отменили натуральные льготы. Я сейчас не помню, в каком году это произошло. Это было двухтысячное? Ну, нет, по-моему, попозже, но отменили натуральные льготы, то есть заменили их как раз денежными льготами. А как вы думаете, почему люди так протестовали против денежных льгот? Потому что не хватает этих денег. Да нет, все очень просто, то есть заменили это на равноценную, вроде бы, сколько они стоят. Потому что натуральные льготы, это же услуги какие-то. И эти услуги, они со временем дорожают. То есть, вот если так посчитать у нас, в течение этих же 10 лет, наверное, цены выросли раз в 5. А льготы, они с такой скоростью не растут. И поэтому, когда мы сейчас говорим о том, что вот эти льготы, там, 100 рублей, 200 рублей, вот 10 лет назад 100 рублей и 200 рублей, это были деньги. А сейчас это не деньги. И там Матвеев удивляется, что, мол, какие-то гроши, давайте еще и эти гроши сократим. Такое впечатление, что это очередной шаг к окончательной отмене льгот вообще. — А если такой, ну, такого варианта, наверное, быть не может все-таки? Все-таки государство несет социальные обязательства и поддерживает определенное. — Вы знаете, в нашем государстве может быть, по-моему, все. Потому что самые фантастические и нелепые вещи, которые, кажется, ну, такого быть не может, у нас может быть. Я верю в то, что в нашем государстве может быть все. — Ну, например, то, что вас последнего поразило, удивило. — Ну, Крым же мы забрали. Никто же даже предположить не мог. — Ну, я, кстати говоря, не противник, как многие там. Я считаю, что Крым всегда был российской территорией, совершенно случайно попал в Украину. И вопрос должен был как-то быть решен. Ну, вот он был так решен. Ну, тем не менее. Но это было для меня, в общем-то, сродни чуду. — Ну, резюмируя предложение Дмитрия Матвеева, вы против, собственно, у Рязани каких-либо и годов? Потому что лучше бы вернули опять натуральные льготы, и люди были бы более довольны. — Давайте сейчас еще до перерыва поговорим о законотворческой деятельности. Ну, очень много претензий, да, в последнее время вызывает законодательная деятельность Государственной Думы, в частности. Вот этот термин уже, да, оформившийся как взбесившийся принтер. Непонятно, какие законы, всеюминутные, непонятно, как они реализуются. И совершенно некомпетентные люди их составляют из числа этих жалоб, которые поступают в адрес законодателей. Так вот, есть такой институт законодательства сравнительного правовведения при правительстве Российской Федерации. Он предлагает для более качественного законотворчества ввести несколько так называемых степеней очистки законодательных инициатив. Например, это может быть независимая экспертиза у специалистов и организаций, которые не участвовали в разработке этого законопроекта. Обязательно общественное обсуждение. И вот тогда, по мнению ученых института, мы выведем законотворчества в России на более высокий качественный уровень. Как вы думаете, правильный подход? Кстати, я бывал в этом институте, так представляю, что он себя представляет, чисто даже визуально. Верный подход, на ваш взгляд? Ну, подход верный, если поверить, что в нашем государстве живут все честные и допорядочные люди. И все, кто будут участвовать в этом процессе, также будут честными и допорядочными. Но если бы все было так на самом деле, то тогда, наверное, и институт эти очистки не нужен был бы. То есть, сходу бы все честные граждане, депутаты принимали правильные законы. Однако, действительно, с нашими законами надо что-то делать. В 90-х годах очень активно проводилась такая идея, что провозглашалось, что надо в России создать правое государство. Все прямо так вот продавливали. Это СУСТ буквально каждому слетал. И вроде бы правильная идея. Вроде бы правильная идея. Но, понимаете, когда она проводилась нечистыми руками, то в итоге почему-то выиграли только некоторые политики, олигархи, а остальные граждане оказались фактически бесправными. Есть такое правило, в менеджменте я рассказываю студентам, что кто устанавливает правила игры, тот и выигрывает. И так во всем. И так во всем. Поэтому, вот установили правила. Когда мы говорим, что давайте сейчас ведем вот этот механизм или этот механизм. Но где мы столько грамотных, а главное честных, неподкупных людей найдем, которые не ангажированные. А еще этим надо платить. А если мы им платить не будем, то значит их кто-то ангажирует. То есть идея, по сути-то она может быть правильная, но она такая из разряда утопии. Мне кажется, она не будет поддержана ни на одном уровне и по ряду причин. И потому что это невыгодно законодателям, и потому что это финансово не может быть обеспечено. Поэтому можно про эту инициативу забыть. То есть в России это в принципе невозможно? Ну опять, в России возможно все. В принципе. Но вот эта инициатива как раз из тех, которые скорее всего по финансово-политическим соображениям не будут поддержаны. Или будут сделаны в таком виде, что ну как вот. Есть же сейчас тоже обсуждаются законы на форумах. То есть проекты законов или каких-то положений там министерские, они вывешиваются, они обсуждаются. Но я сам участвовал в обсуждении там некоторых законов или положений министерства образования, когда они вывешивались на сайтах и так далее и тому подобное. Ну обсудили, ну пристали. Ну указали им даже на ошибки грамматические, которые у них в тексте. Там запятые не поставили, единицы измерения не поставили. Ну что нам ответили? Ответили спасибо. Но в законе, ну не в закон там было положение, но в положение утвердили в том виде, в котором оно было первоначально, не исправив даже ошибки. Даже запятые не поставили там, где мы им указали. Можно обсуждать сколько угодно. Только вот где, значит, критерии, будешь ты услышан или нет. А как можно изменить эту ситуацию? Как все-таки улучшить и качество законов, и общепризнанность законов у нас в стране, и исполняемость. Это все отдельные, конечно, блоки. Ну в других государствах как-то же делают. Но у нас свое государство. Поэтому тут в нашем государстве это может быть только волевым усилием высшей власти. Другим способом в нашем государстве невозможно. Потому что все другие способы ведут людей в тюрьму, на Болотную площадь, к судам и так далее. Я к этому не призываю. Поэтому я призываю высшую власть как-то, может быть, иногда прислушиваться, что действительно, о чем говорят люди, и что не все нравится, не все законы, которые принимаются, им нравятся. У нас сейчас перерыв. Я напомню, что это особое мнение ректора Авиатского социально-экономического института Владимира Сизова. Пару минут, и мы вернемся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Коммерческий банк «Хлынов». «Особое мнение» на 101FM. Продолжается «Особое мнение». Особое мнение Владимира Сизова, ректора Авиатского социально-экономического института. Переходим к блоку образовательных вопросов. Вот какая тема. В середине мая появились результаты очередного мониторинга эффективности высших учебных заведений в стране. Мониторинг этот регулярно проводит Министерство образования и науки. Не первое уже такое исследование проведено. Появился очередной список высших учебных заведений. Немножко там сократилось количество малоэффективных или неэффективных вузов. Наивысший балл у нас по городу получил политех. Так уже буду называть. Шесть баллов. Посмотрел специально на карте. Вятский социально-экономический институт троечку заработал. Много вопросов, конечно, возникает к проведению этого мониторинга. У специалистов, в частности, генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Коширина потребовала пересмотреть методологию этого мониторинга. По ее мнению, это фактор настоящего разрушения всей образовательной системы. Например, когда неэффективными признаются инженерные вузы, а в то же время у нас вроде как в стране приоритет сейчас отдан инженерным специальностям. Вот, собственно, у вас какие все это эмоции вызывает? Ну, у меня уже перегорели эмоции немножко. Если честно говоря, то, что делается в области мониторинга, это полный беспредел. По иному нельзя это назвать. Организаторы того, что особенно в 2014 году было сотворено, вообще-то по справедливости должны ответить перед законом. То, что они творят, и потому что они творят полное беззаконие. Вообще, мониторинг обозначен в статье 97 закона об образовании. И там он определяется как систематическое наблюдение за состоянием системы образования. Об эффективности речь не идет. Эффективность вообще, в конце концов, это слово решили снять, потому что столько нареканий. Потому что эффективность, это же понятие, во всяком случае, социальное понятие эффективности. Есть экономическое понятие эффективности. Там, условно говоря, на рубль вложенных денег, какой вы эффект экономический получаете. Если мы рассмотрим показатели мониторинга, там ровно все наоборот. То есть, чем больше ты истратил, тем ты более эффективен. А вот выхлопы этого, то есть, а что на эти деньги страна получила, там никто не учитывает. Там учитывают, допустим, момент, сколько вы потратили на научные исследования. А вот эти научные исследования вообще оправдались или не оправдались? После них были какие-то созданы приборы какие-то, новые технические устройства. Вообще, что ему принесло? Это вообще никого не интересует. Там, первый, я на самом деле написал пять статей в различные аваковские журналы по поводу абсолютно неправильной методологии и абсолютно неприемлемых критериев мониторинга. Потому что, если уж говорить об эффективности, ни один, я ответственно заявляю, я писал об этом в том числе и в Совет Ректоров, так сказать, и российские, и везде, ни один критерий мониторинга об эффективности образования не свидетельствует вообще. Первый критерий, там, значит, средний балл ЕГЭ поступивших в ваш ВУЗ. Зачем? Кому это нужно? Очников причем, да. Только очников считают. Но и критерий, значит, должен быть не менее 60 баллов средний. Это, значит, если мы умножим на 3, 180 баллов. Но, во всяком случае, последние три года, ну, у меня вот и сын поступал и так далее, я знаю, что люди со 150 баллами могли поступить на бюджетные места. Но не о каждую специальность. То есть, в принципе, если у тебя 180 баллов, ты поступишь на бюджетное место. Это раз. Поэтому, ну, уже априори, значит, ну, я вам говорил, то устанавливают правила игры, то ты выигрываешь. А во вторых, то есть, уже априори понятно, что это делается под ВУЗы, в которых есть много бюджетных мест. Это раз. Во-вторых, балл ЕГЭ говорит о качестве обучения в школе, но не в ВУЗе. Причем тут в ВУЗе. Это же как бы страница уже перевернутая, да? Все, школа позади осталась. Дальше объясните мне, каким образом количество иностранных студентов говорит о качестве образования в ВУЗе. То есть, чем больше иностранных студентов, тем лучше? Да, тем лучше. Есть критерии. И большинство, кстати говоря, вот этих филиалов, ВУЗов, там, педагических особенно, да, не прошли именно потому, что, ну, не едут не иностранцы обучаться. Да и вообще, если они даже приедут, а чего ради мы этих иностранцев обучаем, то есть, чтобы они потом там где-то проявляли свои знания. То есть, какое отношение имеет качество наше образование к иностранцам? Хотя у нас есть иностранцы, да? Я считаю, что мы вообще наш ВУЗ, так это, неплохо смотрится, потому что мы в одной когорте вместе с ПЕД-институтом, ну, так, по старому, да? Ну, по оценкам. Гуманитарным университетом, там, или юридической академией, там, Кутафино, да? То есть, мы вместе, как бы, с ними в одной когорте. А то, что вот Госуниверситет 6 баллов набрал, вот тут какой-то перебор, знаете, да? Я не даю оценок, там, сомневаюсь, не сомневаюсь, но... Там, кстати, высший балл-то 7 был. Ну, 7 в стране никто не набрал, ни одного ВУЗа. В стране 6 баллов набрали всего 4 ВУЗа. Ух ты как! Да, да. Один из них, вот, наш Госуниверситет, другой, еще я знаю ВУЗ в Москве, это вот вычитал в московском комсомольце, думаю, что это можно доверять. ВУЗ, который 2 года уже не работает, в нем нет студентов, в нем, значит, не ведется преподавание, однако, значит, при показателях мониторинга вдруг он 6 баллов набирает. То есть, как это может быть, то есть, возникают вообще сомнения по поводу вот самой системы проведения. Ну, еще я хочу сказать, что 3 ВУЗ, это далеко не МГУ, там, и не СПГУ, и не так далее. МГУ набрало только 5 баллов, а только единственный ВУЗ, который ходит в сотню лучших ВУЗов по, ну, таким, мировым рейтингам, рейтинг газеты «Таймс», шахайский рейтинг, это только МГУ. Как-то почему-то нашего госуниверситета там нет. Этот рейтинг, он вообще имеет какое-то практическое-то значение? Вот получил Минобор науки эти данные, и дальше что? В соответствии с законом это мониторинг. Мониторинг, я еще раз говорю, это наблюдение за состоянием системы образования. Но в реальности, значит, министерство его использует как, ну, так, карательную дубину. То есть по его результатам государственные ВУЗы реорганизуют, вот, а в частных ВУЗах, скажем, нас нельзя реорганизовать, ну, проводят дополнительные проверки, да, что вот тоже не очень хорошо. То есть реально все-таки есть сила, да, у этого мониторинга, то есть конкретные действия потом могут быть реорганизации, перестановки? Конкретные действия происходят, перестановки происходят. Но происходит, ну, и волонтаристки все равно, то есть потому что, ну, что вот, как можно применять одни и те же показатели, там, 6 показателей, ну, 7 в этом году ввели. Почему, там, сказать, мы, ну, вот, в прошлом году, например, у нас там был лучший показатель, в этом году на 1 балл, так сказать, хуже. Почему? Потому что вот ввели дополнительный показатель. Причем показатель, опять-таки, под государственные ВУЗы, там, там, где много очников. Вот, вот, если у тебя мало очников, ты, как бы, хуже. А при чем тут очники, заочники? Я думаю, что должно как-то качество знаний все-таки оцениваться. Ну, это неважно. А то, что, значит, вот этот рейтинг несправедлив и показывает даже отношение, ну, таких знаковых фигур. Опять-таки, вот, в московском комсомнице прочитал, что на заседании рабочей группы Миномпреднауки, где вот обсуждались, какие ВУЗы, значит, признавать эффективно и какие не признавать, произошел скандал. Так, например, зам мэра Москвы, там, Леонид Печатников, потом такой известный, достаточный человек, как Исаак Калина, или Калина, он руководитель департамента образования Москвы, да, депутат Госдумы, всем известный Александр Хинштейн, потом очень известный политолог Вячеслав Никонов, там, бывший замминистра, по-моему, был Николай Булаев. Они покинули заседание, знак протеста того, что вот творится с этим мониторингом. То есть, они заявили, что мы не хотим вот участвовать в этой процедуре, которая заранее прописана, которые, так сказать, там, результаты заранее известны, какие будут и так далее. Ну, почему я говорю, что рейтинг или мониторинг, ну, просто беспредельный? Вот, поймите меня, вот это, в этом году он проходил так, пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. Потому что в марте месяца Совет Ректоров просит рассмотреть, прислать предложения, какие показатели должны быть в рейтинге. Давайте всем миром обсудим, все-таки, как мониторить нам нашу систему. Все присылается, все говорится, и вдруг в апреле месяце присылаются из министерства показатели, которых совершенно иные показатели, да, которые вообще даже не обсуждались и так далее. Вот, причем у этих показателей, самое смешное, нет критериев. То есть, сколько вот показателей, ты нам скажи, какой у тебя, а критерии, которые проходной, непроходной, его нет. А критерии появляются только 20 мая, через месяц. Ну, вы знаете, за месяц можно так результаты себе исправить, тем вузам, которые нужно исправить, и понизить тем, которым не нужно исправлять. То есть, он по определению, он непрозрачный. И называть его честным нельзя, назвать его объективным нельзя. Поэтому мониторинг, он ни о чем. Владимир Сергеевич, у нас остается, к сожалению, несколько секунд. Есть уже попытки вразуметь власть, да, и что-то изменить. Как вы думаете, они тщетные? Я думаю, что не тщетные, потому что этой ситуацией очень многие возмущены. Очень многие. Но она плохая ситуация, потому что люди-то ведь страдают. Ну, вот у нас ведь умер один из директоров филиалов, да, вы знаете, так сказать. И эта ситуация, я думаю, что тоже сыграла свою роль, потому что его филиал подлежал закрытию. Я благодарю Владимира Сизова, ректора Авиакского социально-экономического института. Завершается программа «Особое мнение». Всего доброго вам. До свидания. До новой встречи в нашей студии. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM